Сегодня мы поговорим про минерал, который вошел в нашу жизнь с самого древнего времени и остается с нами по сей день. Который подарил нам замечательные произведения искусства и украшал несколько чудес света. Этот минерал ценится не только за свою эстетическую красоту и великолепие, но и за то, что он помогает нам узнать детали прошлого, а также задействован в жизненно важном естественном процессе на планете. Его обилие заставляет некоторых говорить, что он вездесущий. Сегодня про кальцит. И перед тем, как мы продолжим, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарий и подписываться на канал. С вами как всегда Анатолий и вы на канале Тистоун. Приятного просмотра. Начать, как всегда, стоит с названия. Этому минералу его официальное имя подарил всем нам известный Плиний Старший. Происходит оно от латинского calc, обозначающая известь, что прямо намекает нам на известняк. Известняк это осадочная порода, которая в основном и состоит из кальцита, и образуется из накопления в богатых кальцитом раковин, фрагментов кораллов и других органических остатков. Со временем давление вышележащих остатков уплотняет эти материалы, и минералы цементируются вместе, образуя твердый известняк. А в процессе дальнейшего метаморфизма, перекристаллизации, под воздействием высокой температуры и давления этот известняк превращается в мрамор. В ходе этого процесса кристаллы кальцита в известняке претерпевают изменения в своей кристаллической структуре и ориентации, что приводит к характерной текстуре и внешнему виду мрамора. Эти две породы чрезвычайно распространены и составляют значительную часть земной коры, а кальцит – это породообразующий минерал этих пород. Именно из белого известняка в основном было покрытие великих пирамид Гизы. Третье чудо света, статуя Зепса, находилось в мраморном храме этого бога. Еще одно чудо света, мавзолей в Галикарнасе, был облицован мраморными плитами. А итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт и мыслитель Микеланджело подарил нам хорошо известную статую, которая носит имя Давид. Это одна из вершин искусства итальянского возрождения. Высота статуй – 410 сантиметров. Задолго до того, как мы начали использовать камни кальцита в ювелирных изделиях, домашнем декоре и для коллекционирования, древние использовали их для строительства своих ранних городов и зданий. Моряки-викинги использовали одну из разновидностей кальцита в качестве оптических приспособлений, помогающие им находить солнце в паспортную погоду. Как видите, использование кальцита и пород, состоящих из него, тянется с давних времен. История его применения большая, наполненная деталями, фактами и интересными случаями. Но все это больше к историкам, архитекторам и декораторам. А мы же рассмотрим кальцит немного с другой точки зрения. Кальцит – это минерал карбоната кальция с такой химической формулой. Он обычно образуется в осадочных средах, где накопление минералов и органического материала происходит с течением времени. Например, в морской среде микроскопические морские организмы, такие как планктон, извлекают растворенные ионы кальция и карбоната из морской воды для построения раковин и скелетов. Когда эти организмы умирают, их останки накапливаются на дне океана, в конечном итоге образуя осадочные породы, богатые кальцитом. Именно такие породы играют решающую роль в сохранении ископаемых. Кальцит может медленно заменять органический материал, сохраняя при этом первоначальную структуру объекта. Этот процесс, известный как минерализация, может привести к образованию хорошо сохранившихся ископаемых. Также такие породы дают ценную информацию о прошлом климате, окружающей среде и экосистемах. Кальцит может образовываться и в других геологических условиях. Этот минерал достаточно хорошо растворяется в воде, что приводит к образованию уникальных геологических ландшафтов, называемых карстовыми ландшафтами. Со временем, когда дождевая вода, содержащая растворенный углекислый газ, взаимодействует с богатыми кальцитом породами, она образует подземные полости, карстовые воронки, пещеры и другие объекты. Эти ландшафты играют роль в хранении воды, движении грунтовых вод и часто имеют потрясающее образование, такие как сталактиты и сталагмиты. Твердость минерала небольшая, всего три по шкале мооса. Это означает, что его достаточно легко поцарапать. Кальцит может встречаться в широком диапазоне цветов, включая бесцветный, белый, серый, желтый, зеленый, синий и даже розового и красного оттенков. Он часто имеет полупрозрачный или прозрачный вид, позволяя свету проходить через его кристаллы. Некоторые разновидности кальцита, особенно с привлекательными цветами и прозрачностью, используются в декоративных предметах и даже в качестве камней для ювелирных украшений. Сам минерал имеет оригональную кристаллическую структуру, принадлежащую гексагональной кристаллической системе. Его кристаллическая решетка и ее положение обуславляют уникальное оптическое свойство кальцита – двойное лучепреломление. Это означает, что он может разделить один падающий луч света на два луча, каждый с различной поляризацией. Это свойство используется в различных оптических приборах. Яркий пример такого кальцита – исландский шпат – оптический кальцит. Это прозрачная разновидность кальцита, которая демонстрирует сильное двупреломление, вызывая двойное переломление света. Это свойство сделало его исторически важным в навигации и в качестве инструмента для понимания поляризации света. Именно его использовали моряки-викинги для поиска солнца в пасмурную погоду, часто называя этот минерал «солнечным камнем». Хотя его использование в передовых оптических приборах сократилось с появлением современных технологий, оптический кальцит по-прежнему используется в образовательных демонстрациях для иллюстрации принципов двойного лучепреломления и поляризации. Есть еще одно важное природное свойство кальцита. Уверен, вы знаете, что углекислый газ является важным газом в окружающей среде нашей планеты. В атмосфере он служит парниковым газом, который улавливает и удерживает тепло вблизи поверхности. Процесс образования известняка удаляет углекислый газ из атмосферы и сохраняет его в течение длительного периода времени. Этот процесс происходит в течение миллионов лет, производя огромные объемы хранимого углекислого газа. Когда эти породы выветриваются, используются для нейтрализации кислот, нагреваются для производства цемента или подвергаются сильной метаморфизации, часть их углекислого газа высвобождается и возвращается в атмосферу. Все эти процессы образования и разрушения известняка оказывают влияние на климат Земли. Существует несколько уникальных видов кальцита. Это если не брать во внимание обычные виды кальцита, которые срослись, спрессовались в большие блоки минералов. Если присмотреться к таким кускам, то все равно можно увидеть отдельные кристаллы. Такие виды обычно используют для создания декоративных изделий, например, статуэтки, шары, вазочки и другие. А если кристаллы кальцита не спрессованы в моноблоке, но срослись, могут получиться красивые кластера, например, папершпат. Это агрегаты, скопления, срастания, тонкопластинчатых кристаллов кальцита. Выглядит красиво и часто может встречаться с другими минералами или даже нарастать на них. Чаще всего увидеть их можно с флюоритом, из-за того, что оба минерала состоят из кальция. Если же кристаллы кальцита выросли не такими тонкими, а вытянутыми и острыми, то получается кальцит собачий зуб, или кальцит собачьего зуба, или клыкозубый кальцит, доктус кальцит. Еще можно встретить название нейлхэт, шляпка гвоздя. Он часто образуется в полостях и трещинах горных пород и может встречаться в различных цветах. Кристаллы кальцита собачий зуб могут быть довольно большими и впечатляющими, что делает их желанными для коллекционеров. Есть еще медовый кальцит. Это разновидность с золотистым или медово-желтым цветом. Он часто встречается в виде покрытий на других минералах или в слоях осадочных пород. Чаще всего это все те же сросшиеся блоки минерала с трудновыделяемыми кристаллами. Но его теплый цвет делает его популярным выбором для использования в декоративном деле. Если же кристаллы имеют более темный оттенок и сами более выраженные, то его обычно называют янтарный кальцит. Кластера такого кальцита ценятся коллекционерами за свой красивый и необычный вид. К тому же, чаще всего такие кристаллы хорошо светятся под воздействием ультрафиолетом. Кальцит может демонстрировать различные типы двойникования, когда два, три или более отдельных кристалла срастаются в определенных ориентациях. Такой минерал часто называют двойниковым кальцитом. Некоторые экземпляры выглядят необычно, красиво и привлекательно. Качественные образцы всегда найдут достойное место в коллекции ценителя. Также можно выделить такой кальцит, как кобальтовый. Это разновидность от розового до фиолетового цвета, содержащая кобальт. Он ценится за свой яркий цвет и обычно ассоциируется с другими минералами, содержащими кобальт. Он часто встречается в окисленных рудных месторождениях. А некоторые экземпляры такого кальцита часто имеют включение других минералов, например, малахит и азурит. Еще одна уникальная разновидность – это манганокальцит. Это разновидность кальцита, содержащая значительное количество марганца, что может придавать ему розовый или красноватый цвет. Кальцит мангана часто ассоциируется с другими богатыми марганцем минералами и может быть найден в различных геологических условиях. Чуть детальнее я рассказывал про него в отдельном своем ролике. Где может добываться один из самых распространенных минералов на планете? Именно, везде. Шахты по добыче кальцита существуют по всему миру, а популярные места включают Мексику, США, Чехию, Словакию, Румунию, Исландию, Бельгию и Великобританию. А Италия, в частности, поставляет высококачественный мрамор. Сегодня кальцит имеет просто огромное количество применений по всему миру. Его гранят в кабошоны и бусины. Вырезают фигурки и статуэтки. Современное строительство использует кальцит в форме известняка и мрамора для производства цемента и бетона. Кальцит используется в качестве нейтрализатора кислот в химической промышленности. Карбонат кальция, полученный из высокочистых известняков и мраморов, используют в медицине. Порошкообразный кальцит часто используют в качестве белого пигмента или белил. Также измельченный известняк и мрамор часто используют в качестве пищевой добавки в корме для животных. Но не будем забывать, что мрамор – привлекательный и легкообрабатываемый камень, который издавна используется для памятников и скульптур. Коллекционеры всего мира собирают красивые и необычные кластера разного по виду кальцита. И он действительно может быть очень и очень привлекательным. Это был краткий экскурс в мир минерала кальцит. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое и необычное для себя. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok